Автомобиль в Италии Милан, Рим, Флоренция, Верона, Неаполь Это города с многочисленными односторонними улицами Ограничением движения и проблемами поиска места на парковке Зачастую вся эта информация отсутствует на картах или в навигаторах И вместо полноценного отдыха вы будете долго во всем разбираться Но если вы уже находитесь в центре, знайте, что парковаться можно на белых местах бесплатно, а на синих за деньги Желтые места предназначены для резидентов, инвалидов и специальных автомобилей Оплатить стоянку вы можете в автомате на тротуаре или билетами, купленными заранее в газетном киоске или на месте у парковщика Проще оставить машину на закрытой стоянке, взяв на въезде талон и оплатить его перед выездом в автомате или у оператора Стоимость парковки в Италии колеблется от 1 до 8 евро за час Или от 15 до 40 евро в день, в зависимости от положения стоянки и количества проведенных на ней часов Пристегните ремни и не говорите по телефону без специальной гарнитуры В Италии на зеленый сигнал светофора можно ехать во всех разрешенных направлениях, даже если не горит правая или левая стрелка На перекрестках с круговым движением при отсутствии специальных знаков действует принцип помехи справа Не пугайтесь хаоса, создаваемого мотороллерами Их водители тоже хотят жить и уже научились всем возможным акробатическим трюкам Уступайте дорогу пешеходам и будьте внимательны с велосипедистами, которых надо пропускать, особенно при повороте направо Навигаторы работают в Италии неплохо, но в стране часто реконструируются дороги, вводятся новые или меняются существующие направления одностороннего движения Ограничивается въезд в центр Поэтому рекомендуем следовать существующей разметке и дорожным знаком как приоритет Дорожные указатели бывают трех цветов Белые – городские дороги, ограничение скорости 50 км в час Синие – дороги вне городской черты, ограничение 70, 90, 110 км в час Зеленые – автострады, 130 км в час Скоростной режим рекомендуется соблюдать, поскольку многие дороги оборудованы радарами Полиция в Италии взяток не берет, даже не пытайтесь, но нарушителей оштрафуют с удовольствием Если вы все-таки попались, постарайтесь смягчить ситуацию фразой «Скузи, узбальято, и мольто дефичи ликвидари ин Италия» Извините, я ошибся, очень сложно водить в Италию Также знайте, что допустимая норма содержания алкоголя – 0,5 промилле Выписанные вручную штрафы можно оплатить либо в почтовых отделениях, посты итальяны, либо через интернет Штрафы за нарушения, зафиксированные видеокамерами, приходят обычно в центральный офис прокатной компании Которая очень оперативно спишет нужную сумму с вашей кредитной картой, указанной в договоре Въезд в центр Милана, а речи – внутренняя зона первого транспортного кольца Платный по рабочим дням с 7.30 утра до 7.30 вечера Не забудьте купить в киосках билет с пин-кодом, который следует сообщить вместе с номером машины по телефону 800-437-437 Или отправить смс на номер 39, код Италии 339-994-0437 С текстом, состоящего из пин-кода и номера машины Все это нужно проделать до 8 часов вечера с следующего дня Итальянские автострады – это рай для автомобилистов Практически всю страну мы можем пересечь по этим великолепным дорогам с хорошим асфальтовым покрытием и развитой инфраструктурой Грубыми ошибками русских водителей на этих дорогах являются обгон справа, слишком медленная езда, стоянка или выезд на полосу для автомобилей экстренных служб Въезд на автостраду надо осуществлять энергично Для этого предусмотрены полосы разгона, на которых нужно набрать скорость 80-90 км в час и плавно войти в поток Для съезда существует полоса торможения Перестройтесь и только на ней начинайте сбрасывать скорость Не совершайте резких маневров и всегда заблаговременно включайте поворотники Из-за несущихся грузовиков движение покажется вам несколько нервным, но со временем вы убедитесь, что оно вполне дисциплинировано Рекомендуемая скорость в правом ряду – 90-100 км в час, а в левом – 110-130 Если у вас висят на хвосте в левом ряду, уступите дорогу, когда это будет удобно и безопасно Остановка возможна только в дорожных карманах и на бензоколонках – Ария Сервитти Эти многофункциональные комплексы почти всегда строятся в тандеме с закусочными, ресторанами и иногда небольшими супермаркетами, где можно купить в дорогу все необходимое Автострады в Италии отличаются высоким качеством, за которое, впрочем, надо платить Средняя стоимость проезда составляет 7-15 евро за 100 км в зависимости от длины участка Все расчеты происходят на пунктах оплаты, где на въезде вы берете билет, а на выезде оплачиваете пройденную дистанцию удобным для вас способом – у оператора либо в автомате Учтите, что желтый коридор – Телепас и синий – Виакарт – это для местных Рекомендуется не терять въездной талон, иначе заплатите за всю длину вашей автострады Если вы решили взять машину на прокат, знайте, что в Италии надо заранее заказывать опции Такие как автоматическая коробка, GPS-навигатор, детское кресло, зимняя резина или цепи для поездки в горы Также заранее следует бронировать кабриолеты и автомобили представительского класса Отделение прокатных компаний есть во всех аэропортах, вокзалах и в центре города Для оформления договора необходимо иметь с собой права, паспорт, кредитку, в которой персональные данные совпадают с этими двумя документами А при заказе дорогого автомобиля понадобится даже вторая пластиковая карта, выданная на то же имя При получении машины осмотрите ее на предмет царапин и других повреждений и обязательно отметьте их на схеме в договоре Не забудьте уточнить тип топлива, хотя прокатные авто в основном дизельные Вернуть автомобиль необходимо с полным баком, мыть его при этом не обязательно В случае возврата машины в аэропорт, что немного дороже Приберегите на эту процедуру как минимум час, так как потребуется время на поезд парковки, очередь и так далее Заправочные станции обычно оснащены колонками Servito с услугами заправщика и FaiDate самообслуживание Выбирая топливо, знайте, зеленый пистолет это бензин, сенсопьембург, черный дизель Заправьте машину по счетчику и только потом идите платить В случае если кассира нет, вам придется пообщаться с автоматом, который в первую очередь потребует с вас деньги А затем попросит выбрать колонку и тип топлива Автомойки в Италии бывают ручные, на которых вы сами моете машину специальных боксов и автоматические Поставьте машину точно по направляющим на полу бокса На каждой мойке они немного отличаются друг от друга, но главная их задача указать, как поставить машину точно по центру и не дальше допустимой глубины, ограниченной какой-нибудь отметкой или светофором Снимите антенну, сложите зеркала, поставьте машину на скорость и ручник и не включайте сигнализацию Изучите существующие программы мойки, оплатите нужный цикл в автомате и нажмите клавишу, соответствующую вашей программе Дальше все будет происходить автоматически Ополаскивание, несколько циклов мойки, последующая сушка По окончании мойки обычно загорается зеленый свет, позволяющий покинуть бокс Если вам нужно почистить машину внутри, то можно воспользоваться специальными пылесосами, как правило установленными на комплексах и автоматами для мойки ковриков Включаются они, правда, за отдельную плату и все операции надо делать самому Конечно, в Италии есть и туннельные мойки И те, где можно просто оставить машину и вам ее вернут помытой внутри и снаружи Мыть машину самому в гаражах, около дома, на дорогах и на непредназначенных для этого местах в Италии запрещено Экология Удачи вам на дорогах Италии! Артем Жемчугов для СапогТВ Смотрите также на СапогТВ Познавательный фильм о Милане и его главных достопримечательностях Милли Миллия – вековая традиция автогонок Салони – самая красивая мебель на главной выставке Европы Джульет Бинош на открытии бутика Сан Тони Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин